Мало было разговоров. Волчата возились и кулыкали в центре колеса, которые составляли их матери и сын. Время от времени один из старших волков спокойно подходил к какой-нибудь волчонку. Он внимательно осматривал его и, бешонно отступая, возвращался на прежнее место. Иногда та людская волчица выталкивала носом своего детеныша в полосу лунного света, желая, чтобы его непременно заметили. А Гелл же со своей скалы посклицал. «Вы знаете закон! Вы знаете закон! Хорошенько смотрите, о волки!» И протяжный тревожный бой матерей подхватывал. «Смотрите! Хорошенько смотрите, о волки!» Наконец, и в эту минуту на шее ракши поднялась высокая щетина. Отец-волк вытолкнул Маугли и ракушку, как они называли мальчика, на самую середину открытого пространства. И он уселся там и стал со смехом играть с камешками, блестящими при лунном свете. А Гелл не поднял голову, продолжая манатонно выкрикивать. «Смотрите хорошенько, о волки!» Из-за скалы послышалось звукое рыканье. Голос шерк-хана! Тигр кричал «Ах, детеныш мой! Отдайте его мне! Зачем свободному народу детеныш человека?» А Гелл даже ухо не шлинул, он только протянул. «Смотрите хорошенько, о волки! Разве свободному народу есть дело до чьих-либо заявлений, кроме восстановлений свободного народа? Порошенько смотрите!» Послышали стихи, недовольные ворчащие голоса? Один волк, которому шел в четвертый год, бросил о келе вопрос тигра. «Что делать свободному народу здесь черным шум человека?» «Надо заметить, что в силу восстановления закона джунглей, в случае сфора относительно принятия какого-нибудь детеныша в стае, за его принятие должны высказаться, по крайней мере, двое из стаи, но не его отец или мать. «Кто за этого детеныша?» «Спросила Гелла. Кто из свободного народа высказывается за его вступление в стаю?» Ответа не было. «И волчица-мать приготовилась к бою, которая она знала, будет для нее последним!» «Тогда волк, не принадлежавший к роду волку, на котором он допускает царет старик. Старый волк, словно буря-медведь, преподающий волчатым церковным джунглей, умеющий право расхаривать повсюду. «Да потому что он летом горит, горели и мёд!» Поднялся на задние лапы и проревел. «Человеческий детеныш?» «М-м-м, человеческий детеныш!» «Я рассказываю за него. У него нет ничего другного. Я не владаю даром слов, но говорю правду. Пусть он бегает месяц со стаей, но умеете его вместе с остальными. Я буду учить его!» «Нам нужен ещё голос!» Сказала Керла. «Балу высказался, а ведь он учитель наших молодых волков. Кто, кроме Балу, подаст голос за человеческого детеныша?» «Стой найти!» Скользу он в котелку. «Это была...» «Багира!» «Чёрная пантера!» «Вся чёрная, как чернила, но с пятнами, видами как водяные клеймы при известном освещении. Все знали её!» «И все боялись становиться и поперёк дороги, потому что она была хитра, как тварь, мужественна, как дикий буйвол, неудержима, как раненый слон. Тем не менее, её голос звучал мягко, как звук падающих берега капель дикого мёда, а её шерсть была нежнее лебяжного пуха. «О, Акела, и ты, свободный народ, промыкла она, я не имею права голоса в ваших собраниях». «Но закон джунглей говорит, что в случае сомнений относительно нового детёныша, сомнений нет, касающихся охоты. Его жизнь можно купить за известную цену. И закон не определяет, кто может, а кто не может заплатить за сохранение его жизни». «Правильно ли я говорю? Правильно, правильно, — ответили вечно голодные молодые гулки. «Слушайте, Багир, всё лучше можно купить за известную цену». «Да, говорит закон. Я знаю, что не имею права голоса, а потому прошу у вас позволения говорить». «Говори, — послышалось двадцать голосов. Позорно убить безволосого детёныша. Кроме того, он может вам пригодиться, когда вырастет». «Балу, — говорил в его пользу. А если вы согласитесь принять человеческого детёныша, я к самому балу прибавлю только что убитого мной, молодого и очень жирного быка, который лежит меньше, чем полумиле отсюда. «Трудно ли принять решение?» Порвелся двух голосов, мучал. «Стоит ли рассуждать? Он умрёт от темных дождей, и солнце сожжёт его. Какой вред может принести нам безволосая лягушка? А где вы, Багира? Приняем детёныша!» И всё закончил глубокий, лающий голос Акеллы. «Смотрите! Смотрите хорошенько, о волки!» Внимание, Маугли, по-прежнему привлекали камешки, и он даже не замечал, как волки один за другим подходили и осматривали его. Наконец, все спустились к быку. На сколесе лета остались только Акелла, Багира, Балу, волки и усыновители Маугли. А в темноте всё ещё раздавалось морчание Шархана. «Да-да, лепите мне усы!» Сказала Багира. «Придёт время, когда человеческий детёныш заставит твой голос звучать другим образом. Это будет так, или я ничего не знаю о людях?» «Вы хорошо сделали!» Сказала Акелла. «Люди их щенят, а очень умны! Придёт время, и он сделается нашим помощником!» «Конечно, он сделается твоим помощником тяжёлую минуту!» «Ведь никто не надеется вечного нестаян», — заметила Багира. Акелла ничего не ответил. Он думал о времени наступающем для каждого вожака, когда его силы уходят, и он всё слабеет и слабеет, пока наконец Тайли не убивает его и не является новый вожак, которого в свою очередь тоже убьют. Акелла!